Однажды гречневая диета закончилась пятью порциями мороженого, как сейчас помню. Дошла в парке с коляской до ларька с мороженым, купила пять порций и тут же их съела. Ужасное состояние, когда после съеденного ощущаешь сильнейшее чувство вины и не понимаешь, что это нормально. Всем привет! Это видео о том, что переживает, пожалуй, каждая молодая мама, выходя из роддома. Я, Светлана Никитчук, ваш нутрициолог. Продолжаю рассказывать о своей истории похудения, сложностях и ошибках, которые допускала. Надеюсь, мой опыт поможет и вам. Итак, в 18 лет я выхожу замуж и вскоре узнаю, что стану мамой. Забеременела я с низкого веса 55 кг. Набираю забеременность, как в книжке, 12 кг и легко сбрасываю после родов. Так легко прощаюсь с весом, потому что наступает сложный в эмоциональном плане момент в моей жизни. Когда дочке было 2 месяца, я переживаю развод и на стрессе опять вешу 55 кг при росте 173. Это дефицит веса, но я себе безумно нравлюсь. Когда все более-менее успокаивается, я начинаю жить для себя и ребенка. Работать. Вес растет и колеблется 58-62 кг в зависимости от праздников. Новый год, Пасха, все самые сытные праздники. Но при этом я активно занимаюсь спортом и тренирую. Кардио, шейпинг, танцевальная аэробика. Я была достаточно привычна к физическим нагрузкам и вес не реагировал на них. Если я жестко следила за питанием, вес был 58. Как только отпускала ситуацию, он был 62 кг. В 25 я влюбляюсь в по уши. Мне нравятся мои 58 и торчащие костяшки. Но я очень хочу угодить мужу, готовлю вкусные ужины, лазанью, постоянно что-то пеку. И вечерние посиделки становятся привычными. Мы до сих пор любим посидеть и пообщаться. Мы с мужем одноклассники и смеемся, что у нас каждый вечер встреча одноклассников. И, соответственно, вес начинает расти. Мы поженились осенью, а уже зимой я заметила, что вешу 65 кг. А это плюс 7. А весной я узнала, что мы станем родителями. Это была прекрасная беременность. Муж заботился обо мне на 10 из 10. Я ела, что хотела, отдыхала и, к удивлению, чувствовала сильнейший голод, которого не было в первую беременность. Мне безумно хотелось углеводов, булочек, которых я никогда не ела. Да, я была сладкоежкой, любила шоколад, сгущенку, но булки я не ела никогда. Всю вторую беременность я ела булочки, конфетки, ромашка. И вес, естественно, рос. И в 3 месяца был 70 кг. На середине срока врачи сажали меня на яблоки. Но какие яблоки, когда я ночью вставала есть и не могла спать из-за голода. Сейчас я знаю, что, пытаясь слушать рекомендации врачей, я запускала естественные механизмы для звериного голода. К 9 месяцу весила 96 кг. В роддом я зашла как дирижабль. Успокаивала себя. Ничего страшного, это всего лишь ребенок и вода, рожу, и вес быстренько станет прежним, как и в прошлый раз. Тем более, вернусь к тренировкам, и я же умею голодать. Я знаю, как быстро привести себя в форму. При выписке из роддома я удивилась, что на меня налезли только вещи, которые я носила беременной. Я расстроилась. Ведь я уже родила, а тут еще и так по злому пошутила санитарка. Смотрю я на вас, мамочка, а вы как будто еще не рожали. Я так обиделась, ну как же, не видно. А дело в том, что я не оценивала себя объективно. В моем восприятии остались все те же 65 кг. Дома я стою на весы, там 90. Тут я понимаю, что ребенок уже у меня на руках, вода практически ушла, и все, что осталось на мне, это жир. У меня была сильнейшая депрессия, когда я боролась за каждый лишний килограмм. Я испытывала просто леденящий страх, потому что у меня никогда не было такого огромного веса. Я как будто оказалась в чужом теле. Вспоминая свои ощущения тогда, до сих пор покрываюсь мурашками. Благо у меня хороший муж, который меня сильно поддерживал и подбадривал. Ты хорошо выглядишь, говорил он мне каждый день. Да, я не выглядела безобразно за счет того, что жир распределился равномерно по фигуре, но я была большой. Он успокаивал, что все уйдет, молоко, ты быстро выкормишь. Но прошел месяц, и вес не сдвинулся ни на грамм. Как-то гуляя с ребенком, встречаю знакомого, который шутит, что раньше меня весь город знал как фитнес-тренера. А теперь об этом и не скажешь. Мне стало так больно внутри, что я поняла, надо срочно что-то делать. К этой ситуации накладывается вторая. Со свекровью купаем малыша в ванночке, и муж снимает этот трогательный момент на камеру. Я пересматриваю видео и понимаю, что проблема есть, и она на мне. Ситуация плюсуется. Я вижу огромную спину, торчащие уродливые бока, толстые ноги, и принимаю решение не ожидать ни минуты. И сажусь срочно на очень жесткую диету. Парадокс стоял в том, что будучи фитнес-тренером, я не знала, как похудеть. Я знала про физические нагрузки, но про рациональное и сбалансированное питание я не знала ничего. Да и взять информацию об этом негде было. На строжайшей диете начинаю худеть. Но у меня наступает очень быстрая адаптация к одной диете, потом ко второй, к третьей. Вес быстро останавливается. Опять же, на тот момент я не знала, что остановка веса – это нормально. Что ничего страшного, если он стоит одну-две недели. Но, как и многие женщины, я начинаю паниковать. Меняю тактику на более жесткую. Начала я с того, что ела 9 ложек фитнес-хлопьев в день, залитых разбавленным молоком. Вес быстро падает и останавливается. Потом перехожу на неделю на гречневую диету. Потом на голодание, ем через день. Я попадаю в еще более худшее состояние, когда то сбрасываю вес, то набираю, потому что просто отъедаюсь. Однажды гречневая диета закончилась пятью порциями мороженого. Как сейчас помню. Дошла в парке с коляской до ларька с мороженым, купила пять порций и тут же их съела. Ужасное состояние, когда после съеденного ощущаешь сильнейшее чувство вины и не понимаешь, что это нормально. Потому что невозможно идти против физиологии, а нужно просто экологично подойти к своему организму. Без террора и без насилия. Вся эта история стязательства над собой длилась долго. Я добилась своего. Я все-таки снизила вес с 90 до 70 кг. Заработала расстройство пищевого поведения, резистентность, а проще говоря устойчивость ко всем диетам, как физиологическую, так и психологическую. Похудеть ниже 70 кг я ни на чем больше не могла. Диеты не работали, либо я просто не могла их придерживаться психологически. Я смирилась с тем, что мои толстые, как когда-то казались, 62, я уже даже не говорю о 55, мне недоступны больше никогда. Дальше складывается так, что мы переезжаем в столицу. Я иду работать в фитнес-клубы. И чтобы консультировать клиентов, я начинаю изучать диетологию. Не столько по работе, а сколько ради себя. Потому что тренировки мне уже не помогали, диеты не срабатывали. А мне очень сильно хотелось понять, как же можно мне помочь. Изучая диетологию, понимаю, какие ошибки совершала, что так, как делала я, категорически нельзя худеть. Я узнаю, что такое рацион, достаточное количество белков, жиров, углеводов, что они бывают разные, сложные и быстрые. Что такое инсулин, режим питания, какая роль их в снижении веса. И я начинаю худеть, всего лишь питаясь 5 раз в день, достаточно и полноценно. Сразу скажу, что я не верила во все это, потому что у меня не срабатывали даже самые жесткие диеты. А тут обещают ешь и худей. Кто бы мне тогда сказал, что я запущу курс с таким названием, и он будет иметь такой успех. И до сих пор востребован. За 5 лет его существования я даже изменила название из «Ешучись худей» внутрициологика. Потому что программа курса больше, чем о похудеть. Она о реальной жизни и помощи в тех условиях, в которых вы находитесь. А они могут быть совершенно разными у каждого. И представляете, вот так, не веря, но выполняя простые действия, я похудела до невозможных 62 килограмм. Ко всему прочему, у меня появляется хобби – бег. Но не для похудения, а для удовольствия. Начинается период стабильности веса, он колеблется, но выше 68 не поднимается. И все это было прекрасно до одного момента. Но это совсем другая история. Если вам было полезно или просто понравилось, ставьте лайк. Пишите в комментариях ваши истории, если вам отозвалась моя. И, конечно, не пропустите следующий мой жизненный трэш, из которого мне удалось выбраться. Еще больше о еде узнавайте в Instagram. Ссылка прикреплена в видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте сыты и счастливы. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok